ПОЭТЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Так назывался царево-какшайский уезд деревни Савина. Уроженец деревни Савина. Родился в 1885 году. В 1904 году окончил первое реальное училище в Казани. Сихи начал писать в возрасте 15 лет. Во время обучения издал первый сборник, назывался он «Думы», который включил 28 створений. В 1904 году призван на военную службу, переведен в Москву в пехотное юнкерское Алексеевское военное училище. Кстати, другом кадета стал известный русский писатель Александр Иванович Куприн. В этом же году вышла первая книга стихов. И произошло знакомство с поэтом К.Р. А аббревиатура К.Р. – это великий князь Константин Романов. Который, кстати, впоследствии постоянно интересовался развитием и дарованием судьбой молодого поэта. По окончании обучения в чине подпоручика Котомкин был направлен в 236-й Лаишевский резервный батальон. С 1909 года служил в 95-м Красноярском пехотном полку. Проживал писать стихи, готовил к печати новый сборник, который, кстати, вышел в 1910 году с предисловием Константина Романова. В 1911 году Александр Ефимович оставил военную службу, а с начала Первой мировой войны опять вернулся в армию. Был отправлен на Юго-Западный фронт в Галицию. Храбро сражался, трижды был ранен, но и в последний раз тяжело. Был дембилизован по ранению, лечился в Киеве. Тогда же издал книгу стихов, посвященной памяти Константина Романова, который умер 2 июня 1915 года. Переехал царь его Кокшайск. В 1916 году издал поэму «Князь Вичко и меченосцы» о защите русского князя Вячеслава Борисовича города Юрьева. Тарту от немцев-меченосцев в 1224 году. Поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет. Работал как театральный рецензент. Опубликовал историческую драму «Янгуз». Принял участие в создании Казанского губернского союза у вечных воинов. Вот такая была организация. С декабря 1919 года участвовал в ледяном походе под командованием генерала Капеля. Это поход, когда Капель собрал беспорядочно отступающую часть и поставил задачу идти в Забайкале, чтобы сделать его оплотом белой борьбы. В 1920 году в звание подполковника прибыл Владивосток в качестве официального посланника атамана Семенова. Вскоре он вместе с женой отправился в Болгарию. В 1921 году поселился в Праге. И, кстати, русский камерный театр поставил его пьесу, которая называлась «Янгуз». Котомкину было присвоено звание почетный гражданин Праги. В 1926 году семья Котомкиных выехала в Париж. И здесь же, в Париже, Александр Ефимович начал петь свои стихи под гусли. Это, конечно, было неожиданность. Ездил с концертами по городам Франции, выпустил сборник стихотворений за Россию и книгу воспоминаний о чехословацких легионерах в Сибири в 1918-1920 годах. В 1938 году Александр Ефимович отправился с концертами по Европе. Но он не смог вернуться в Францию из-за войны и был задержан немцами, интернирован в лагере. В 1945 году перебрался в Гамбург. Последние годы жил в пансионе. В 1960 году, ну вот видите, в общем, наш современник дожил до наших лет почти. В 1960 году издал на немецком языке книгу из старой Святой Руси, посвященную собранному фольклору. Умер 23 ноября 1964 года. В своих стихах, поэмах и пьесах Котомкин часто обращался к истории славян. Долгое время исповедовал идеи объединения славянских народов. И главной темой его творчества всегда была Россия. Вот это автобиография Александра Котомкина. А теперь немножко стихов почитаю. Тут вообще-то, конечно, много стихотворений. Первое стихотворение называется «Призыв». Свету, больше свету, правда и участие. С духом обновленным смело выйдем в путь. Под лучами счастья, братского привета, Жизнь неистомленным дайте отдохнуть. Свету, больше свету, из живого слова, Жажда и просветления сердце рассветет. Пусть надеждой новой будет жизнь согрета. С верой в проведение мы пойдем вперед. 1909 год. Следующий называется «На родине». Люблю я деревни, родимые Нивы. Из детства знакомы мне быт мужика. И милой, как шаги, живые извивы, Под горы веселы и шум тростника. Люблю я послушать вечерней порою Сияние волшебной прекрасной зари, Как звонкие песни веселой гурьбою Слугов возвращаясь поют косари. Люблю я и шепот могучего вора, И ширь необъятных раздольных полей. А родимые дали, где много простора, Где выросли крылья у песни моей. Красивое стихотворение. Следующий называется «За Россию». «За Россию я, бедную Родину нашу, Взял я белое знамя, вериги надел, Чтобы выпить в изгнании страдание чашу, Над которой молился Христос и скат пел. За Россию, где ныне поруган распятый, Взял я посох дорожный, Поэту удел и пошел. Из города в город, от хаты до хаты, Я призывно набатные песни запел. За Россию, в которую верю, страстно, Что воскреснет она, Этой верой живу. Всех зову на борьбу, Чтоб из доли несчастной Вывести к свету ее. Бью набат и зову». Такое стихотворение. Следующее, в 1918 году, Называется оно «В трамвае». Блестит шоссе весенним ссором, И стекол солнца бьет в глаза, И по широким косогорам Визжат иною тормоза. Люблю звенящий лед вагона, Бурьян глустого пустыря, И тяжесть солнечного звона У белых стен монастыря. И вот хочу прочитать вам Последнее стихотворение, Оно написано на смерть генерала Капеля, Так как Александр Котомки Участвовал в ледяном походе Под командованием Капеля. Так вот, стихотворение на смерть Капеля. «Тише, с молитвой склоните колени, Пред вами героя родимого прах. С улыбкой тихой на мертвых устах Он полон нездешних святых сновидений. За Родину в бой ты кликнешь призывом, Орлов добровольцев к себе созовешь. Но вере своим беспримерным порывом, Как пламенем русское сердце зажжешь. И Капеля ими, и подвиг без меры Среди русских героев вовек не умрет. Склонись же колени пред символом веры И встань за Россию, родимый народ». 1920 год. На смерть Капеля. И последнее стихотворение, Которое я хотел прочитать, Называется «Родине». «Русь, я верю в тебя, Верю русской душой, Что ничей ты не будешь рабыней, Что напрасно вокруг святотации толпой Над твоей ругались святыни. На заветы твои, на основы твои, Чем века жил народ православный, Наложили бесстыдные руки свои, Чтоб погибла ты смертью бесславной. Молвишь слово свое, Чтоб знали враги, Чтоб крепка в тебе сила живая, И заветы свои до конца береги, Сохрани себя Русью, родная». Вот все, что я хотел вам рассказать О поэте Первой мировой войны Александре Ефимовиче Котомкине. Все, все, пока, всем привет, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова